Продолжение следует... Человечки тоже говорят не похожи. А еще с другим очень часто сталкиваюсь, с другой ситуацией. Когда ты показываешь картинку человеку, и он говорит там, что не нравится. Ты расстроенный. Ой, не нравится. Что не нравится? Что-то не так. И причем ты когда показываешь эту картинку, ты на какие-то макро вещи думаешь не нравится. То есть что-то не так. А в конечном итоге выясняется, человек говорит, а вот тут сарай не похож. Из-за этого вся картинка не нравится. То есть когда человек высказывает свое личное отношение к чему-либо, в целом, всегда надо уточнить какие-нибудь детали он имеет в виду. Поэтому и здесь очень много у нас. Видишь, что это? Я уже много раз летал на Як-52. Точнее, будет правильнее сказать, катался, как и на многих остальных типах летательных аппаратов. Вот. И поэтому полет на Як-52 как таковой, конечно, был для меня не новостью. И все ощущения были в этом смысле знакомы, привычны. Ну, такое ощущение, как у себя дома. Вот. Но для меня совершенно неожиданным явилось то, как переворачивает представление о полете. Именно участие не просто в полете как таковом, а именно участие в неком воздушном бою. То есть когда это два самолета рядом, и когда идет какое-то энергичное маневрирование, это совершенно другой комплекс ощущений. Я честно скажу, что я не ожидал. То есть я думал, что... Ну, что, не летал я, что ли, раньше? Летал, да. Но вот тут вот количество впечатлений, которое было получено за эти короткие 30 минут, оно, конечно, зашкалило. В реальном воздушном бою, когда двое сходится, один должен погибнуть. То есть кто-то... Ну, то есть либо это будет ничья. Но все равно идет бой не на жизнь, а на спорте, то есть образно выражаясь. Потому что, да, то есть в дуэли один должен либо погибнуть, либо проиграть, либо так далее, да. Здесь это не входило в наши планы, да. То есть нужно было бы, чтобы вы самолеты вернулись домой. Поэтому, конечно, ограничения были по безопасности, но вот, грубо говоря, если сравнивать, вот были такие же видео в интернете. Ребята из Америки выкладывали, они там на Як-50-х воюют друг с другом. В принципе, очень похоже. Особенно, вот я говорю, то есть когда начали нисходящую спиральку такую, когда вот два самолета вдруг... Ну, то есть один преследует, соответственно, тот, кто отрывается, уходит по спирали вниз и за ним. То есть вот это вот, как вот его было видно, то есть под углом, то есть прям вот все то же самое, да, здорово. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас принять участие в разработке вместе с нами. Но проведем мы этот день не в офисе. Мы отправимся туда, куда, наверное, почаще стоит отправляться всем тем, кто делает авиационные симуляторы. А именно на подмосковный аэродром Грызлова, где мы проведем два очень интересных и важных для нас эксперимента. Один из них будет заключаться в том, что мы установим большое количество камер на два спортивных самолета и попросим двух опытных пилотов попробовать провести воздушный бой так, как если бы это было в реальности. В две кабины, которые останутся свободными, мы посадим двух участников разработки. Для того, чтобы они, так сказать, на своей шкуре ощутили, что именно будет происходить и как именно чувствует себя летчик в воздушном бою. Второй эксперимент будет чисто физическим. Мы используем различные приборы, которые поместим в спутный след самолетом для того, чтобы померить скорость распространения воздуха в спутном следе и то, как спутный след живет после винта. Это позволит нам серьезно улучшить наши знания о физической модели. Ну, собственно, вперед! Я обещаю, будет интересно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok